Радио Юмор ФМ Ну и Иван, Иван и Никас на наших глазах сделали, так сказать, конфетку. Две даже конфетки, я бы сказал, из ничего практически. Из соседчика. Да, можно и так. Итак, друзья, прошу жюри ваши оценки за второй раунд. Прошу. Спасибо, девочки. Просто прекрасно. Спасибо. Спасибо. А что мы можем сделать? Нет, мы с тобой уже ничего не можем сделать. Мы тоже только можем огласить то, что сейчас... А жюри просто новое, а они не умеют это делать. И все. Вот так вот. Ага. Поэтому жюри во втором раунде проголосовало 17-3 в пользу команды «Зажим» и общий счет 33-7 в пользу команды «Зажим». Может, мы уже пойдем? Может, мы уже пойдем? Может, там уже все? Ну, вы знаете, на самом деле, действительно, такая мысль пришла мне, как можно повлиять на эту ситуацию. Поменяйтесь диванами. Сейчас прям поменяйтесь диванами. Пожалуйста. Ты голосовались. Может быть, действительно... Спасибо, Миша. Спасибо, Миша. Сколько... Куда бы ни садились, все равно музыканты не годитесь. Так что... Это цитата. Так что то, что мы пересядем... Простите, Миша, я не понял. Теперь мы синие, да? Теперь вы синие и теперь вы... Да, теперь 33-7 в нашу пользу. Да, теперь 33-7 в вашу пользу. Спасибо. Так, 33-7 в пользу синих. Ну, тут все понятно. Я предлагаю поменяться одеждой. Мы чужие дары не берем. Ну, хорошо. Нет, мы берем чужие дары, как раз берем. Перестаньте... Можно опять поменяемся? Нет, ни в коем случае. Сергей. Мне здесь нравится. Сергей, я прошу вас, пожалуйста, возьмите все, что вам дают, пожалуйста. 33-7 в вашу пользу, понимаете? Все. Все, прекрасно. Все, разговор окончен. Где мы не видим и не ощущаем. Итак, третий... О, боже мой. Ну, как я мог забыть. Сергей, идите сюда. Почему Сергей-то проигрывает красный диван? А, проигрывает красный диван. Жанна, конечно. Господи. Итак, внимание. Третий раунд. Спасибо, Жанна. Большое тебе... Я просто за это попрошу сейчас 30 очков. Попроси. Попроси, господи, чего тебе стоит. Итак. Я прошу. Мы рассмотрим... Они издеваются на тобой, Жанна, не унижайся. Мы рассмотрим вашу просьбу. Итак, наш следующий конкурс интеллектуальный на всю голову, как мы его назвали. Понимаете, чтобы подравнять шансы, мы решили максимально усложнить задание одной команде и максимально упростить другой. Учитывая, что в одной команде играет Борис Бурда, а в другой Максим Покровский. Понимаете? Поэтому для команды Бориса мы взяли за основу тексты современных популярных песен, а для команды Максима Покровского программу курсов повышения квалификации профессоров Ельского университета. Начнем с команды... Кто у нас в прошлом туре начинал? А теперь я запуталась, но сейчас... Да, сейчас «Синий диван» начинает. «Синий диван». Прошу вас, «Синий диван» на арену. Итак, пример того, чем вы сейчас будете заниматься. Пожалуйста, Татьяна. Конкурс называется «Музыкально-интеллектуальный». Друзья, мы зашифровали некоторые особо популярные песни отечественных исполнителей. И, например, песня в исполнении Кристины Арбакайте звучит в нашем варианте так. «В небе парила перелетная птица». В видимом воздушном пространстве над землей, не используя мышечной силы в неподвижном состоянии, в восходящих потоках воздуха, находится покрытая перьями и пухом позвоночное животное с двумя конечностями и клювом. Следующая строчка. «Я уходила, чтобы возвратиться». Личное местоимение женского рода первого лица удалялось в неизвестном направлении, чтобы, совершив виток вокруг земли, прибыть в исходную точку. Это пример. А сейчас переходим, так сказать, к настоящим процедурам. Начнем. Первый куплет. В населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек, в сезон года, когда по народным представлениям природа умирает, не наблюдается яркое освещение горизонта перед восходом и после захода солнца. Следующая строчка. Уже давно. Там, в этих населенных пунктах, за верхними ограждающими конструкциями зданий, состоящих из несущей частью, в скобках, стропила фермы панели, и кровли, и от коренных жителей, и от приезжих скрывается далекое пространство, видимое невооруженным глазом. В одно из четырех времен года, по астрономическому счету, во время вступления солнца в знак Овна, как кумирный ватятский первобог и мать его богини плодородия Муциен, обретают способность давать специализированные укороченные побеги растения, имеющие чашечку и венчик, андрацей и генецей, преодолевая черную смолистую массу из смеси битума, песка и гравия с щебнем. Переходим к припеву. Растения с чашечкой и венчиком вышеупомянутых населенных пунктов. Растения с чашечкой и венчиком вышеупомянутых населенных пунктов. Автор призывно издает громкие звуки ртом, преодолевая техногенный, длительный шум и высокодисперсные аэрозоли с твердыми частицами, возникающие при горении. Растения с чашечкой и венчиком вышеупомянутых населенных пунктов. Растения с чашечкой и венчиком вышеупомянутых населенных пунктов. До самого завершения моего жизненного цикла вы захватили силою или хитростью центральный орган моей кровеносной системы. Вы в сердце моем, татайра, татайра. Это что ли, да? Песня-то как? Мне не очень узнал ее по вашему отрывку. Ну как, родительский дом? Нет, у нас. Родительский дом. Подождите, а вам-то чего? А у нас есть правильный ответ. Они просто видят, что изображено на компьютере, поэтому они знают. Поэтому у них есть правильный ответ. Итак, еще раз напомню вам. Припев особен. Припев. Растение с чашечкой и венчиком вышеупомянутых населенных пунктов. Растение с чашечкой и венчиком вышеупомянутых населенных пунктов. Населенные пункты с населением более 25 тысяч человек. Как называется, Борис? Поселок. Ну не город же. Ну с вашими масштабами, конечно. А городский. В нашем варианте как год. Городские цветы. Вот опять! Городские цветы. Городские цветы. Вот опять я хочу. А вот же, ну господи, боже, слова же. Ну слава богу! Команда САП угадала только первую песню, друзья. А сейчас переходим ко второй. Это была только разминка, Борис. Ну, то-то мы поняли, задание легкое. Давайте, бедра. Прекрасность. Давайте, Борис. Молодцы. 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 Интенсивно переходит в пар. Самая распространенная в земной паре кислая, полнокристаллическая горная порода. Быстро выделяет огромное количество тепла с ярким свечением вода в первом агрегатном состоянии. Маловесный, тончайший волокна шерстяного покрова переводит людей или животных в горизонтальное положение. И вот автор этой песни задается вопросом. А в чем, собственно, идея? Сущность. Предназначение взаимообусловленности этих явлений, разделенных в пространстве и во время, и вдогонку негодует. Что за непруха по жизни? И переходим к припеву. А, подождите-ка, можно? Хорошо, ладно. Что, можно? Это ведь не этот. Припев нужен? Итак? Не с фильма Марка Захарова. Итак, и так, и так. Приходит день, приходит час. Та-да, да, 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 та, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так что такое, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Рвется свят, кипит гранит, пылает легкий, легкий пул, сбывает сна. Где смысл, где свят? Браво! Браво, команда! Команда СААА! Вот и голосуйте здесь за красных, несправедливые зрители! В команде ЗАЖИМ мы предлагаем совершенно другой вариант задания. Это, так сказать, наш интеллектуальный конкурс картинки. Ну, вы, конечно, помните душумевший конкурс. Помните, конечно. А вы, Татьяна? Да, я тоже помню. Ну, отлично. Итак, сейчас вашему вниманию на этом экране мы представим вам картину, разделенную пополам. Одну часть, которую вы будете видеть, а другую нет. Задав нам с Татьяной 15 вопросов, на которые мы сможем ответить либо да, либо нет. С удовольствием. Либо с удовольствием. Вы сможете угадать, что находится на второй закрытой от вас части. Итак, прошу вас, Александр. Сначала мы покажем картинку зрителям полностью. Вот это подарок. Смотрим. Закрываем очевидную для нас часть. Пожалуйста. Это ветра... Ветра дуи. Блестяще. Максим, не позорься, Максим. Максим, а именно в эту сторону микрофона надо говорить. Получился правильно произносить букву Э. Значит, у меня... Расскажи ветра дуи. Там женщина с распущенными мокрыми волосами? Почему мокрыми? Ну, потому что они сушат ей волосы. Я вот... А-а-а. Нет. Нет. Причем... Там мужчина с распущенными мокрыми волосами? Это уже второй вопрос, Иван. У нас их 15. Ну, ничего страшного, уже 13. Нет. Всего было 15. Это животное? Нет. Это строение? Ну, домик там или что-либо. Давайте вернемся ко второму вопросу. Давайте, подожди, стоп. Вернемся ко второму вопросу, в котором было сказано... Про мужчину. Ибо сказано было. Там мужчина с распущенными мокрыми волосами? Да. На этот вопрос я могу ответить и да, и нет. Как это? А вот так. Не определился? Я определился. Нет, я могу точно сказать, что это мужчина, но без распущенных мокрых волос. Стоп, значит, представьте, давайте представим ситуацию, будем логически размышлять. Значит, стоять, ребят. Крестьянин. Крестьянин. Мне это нелогично. Какой крестьянин? Ты видишь, все автоматически положили. А вы именно так себе представляете сельскую глубинку, Максим, да? Крестьянин и пропеллеры. Жанна, Максим, что делает мужчина за этим черным экраном? Это не важно. Нет, это важно, Жанна. Это не важно. Что делает мужчина за этим черным экраном? Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? А если он романтик, он тоже себе крылья приделывает. Мужчина расставил что-то, но руки. Да, либо пропеллер какой-то, либо вертолет. Он летит? Тихо, 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 тихо. Это летчик. Подожди, нет, пропеллер. Стол пропеллер. Все закопали. Мне пришла голова мысль. Да, там копали. Карлсон, Карлсон! Браво! Вот вы можете посмотреть, как это было. Карлсон пришел на кладбище просто. Понимаете? Малу малышу исполнилось 86. Нет, нет, он пришел именно на кладбище потомственных Карлсонов. Своего папы и мамы, да. Не только. Там все ваши родственники. Все семьи. Вся диаспора Карлсонов. Ну что ж? Я думаю, что диаспора Карлсонов. Диаспора Карлсонов, да. Друзья, давайте-ка мы... Итак, давайте еще все-таки картиночку какую-то. А то больно быстро даже. Больно быстро? Больно быстро. Больно быстро. Больно быстро. Будьте внимательны. Вот так будет выглядеть картинка. Основная ее часть. Вы тоже хотел посмотреть. Кто? Мы? Да-да-да. Мы или вы? А они ничего не видят. А вот так будет выглядеть отгадка этой картинки. Ага. И все зрители притихли. Нет. Им смешно. Не знаю, мне очевидно. Это правда смешно? Вы знаете, это правда смешно, Александр. Это даже где-то страшно слегка. Ну давайте попробуем отгадать эту картинку. Так. Целиком. Рыба. Отлично. Рыба. Друзья, я вам расскажу немного про это... А, вы нам покажите еще... Это является частью... Фрагментом. Фрагментом. Огромной картины. Это такой суперзум. А куда... Стоп. С какой стороны будет оставшись? Со всех. Вот где находится Михаил, где находится прожектор, там эта картина продолжается. Не аквариум. Стоп, ребята. Где Михаил и где прожектор. Макс, давай, давай. Простой вопрос. Значит, рыба где-то в зеленом плывет. Рыба в зеленом. Самое тупое пока, пока. Начнем с малого. Давай с малого начнем. Это все одно и то же. Это просто большое море, что навряд ли. Навряд ли. Все навряд ли. Это ты начал с малого. Максима... Это мы отвергаем. Отвергаем, отвергаем. Рыба в это пруд. Рыба, но какая-то она... Тут очень тона изменены. Так. Рыба однообразная и тона. Может, это отражение чего-то где-то как-то. Что-то такое нет. В голове у кота, может быть? Может быть, это, например, стоит барышня, у нее медальон, а в нем отражается аквариум. Но, правда, это не аквариумная рыбка. Почему у нее в медальоне? Ну, как-то... Ну, у нее такой этот карбункул висит. Показывай на себе карбункул. Карбункул на себе не порядок. А какие-то рыбаки, может быть, там нет? Рыбаки. Нет, давайте, первый вопрос, ребята. Рыбаков нет? Значит так, спокойно. Задавай, Макс. Насколько... Насколько... Замерно. Насколько много воды вокруг этой части воды? И есть ли она? Да, и есть ли она, да. И есть ли вода? Хороший вопрос. Там сырье, там другое. А потом мы спросим, что суша... Вы знаете, это... То, что вы видите, на самом деле не вода. Не совсем вода. Или, так скажем, только частично вода, понимаете? Понятно. Водка, ребята, водка. Ребята, водка. Абсент, абсент. В рюмке что-то, в рюмке у мужика. В рюмке. В рюмке. А он пьяный. Пи, рыба, рыба, рыба. В графине, рыба, в графине. Рыба в чем? Нет, не в графине. Рюмка, графин. Руба, рыба. В графе. В графине, нет. Нет, рыба в масле, может быть? Шпроты. Шпроты, нет, неправильно. Миша, не отвлекай меня. А, извините, я просто стал частью вашей команды сейчас. Да, сейчас, стоп. Рыба, там водка, рыба, пьянка. Водка, вспоминай, Жанна. Ты хочешь сказать... Покалия. Жанна, давай. Может быть, в голове у кого-то? Нет, не в голове, нет. И не во рту. Это рыба, значит, она плывет в бутылке. Слушай, она плывет, но не в бутылке. А вообще, может, лежит, а не плывет. А может, она лежит. Нет, она не лежит. Она не живая рыба. Она какая-то и очень стрёмная рыбка. Она не живая рыба. Она лежит вот в этом... В этом в чём она? Масле. Да подожди, масло это водка. Была такая версия. В чём была? Если не водки, то в чём рыба-то, ну? Канье. Ну, это глупо. Ну, вот по вкусу... Вы давно не пили, Иван, просто. Вы давно... Водка, абсцент. Ну, абсцент забудьте, что вы... Нет, не водку вы вспоминаете, а рыбу. С чего вы начинали-то, ну? Ну, вы чего? А, нет, извините, я снимаю вопрос. Маленькая рыбка, которая внутри... Чего? Ну, вот это мы хотим сейчас узнать. Правильно. Ну, слава богу. И она внутри... И это что-то с алкоголиками связано. С алкоголиками. Я всё думаю, может, его просто уже... И он пьёт абсцент, а ему чудится пиво с воблой? Нет. О! Пиво! Пиво, пиво! Пиво, пиво, пиво! Браво! Спасибо. Спасибо, друзья. Это была команда Зажима. Теперь она работает на красном диване. Спасибо. Прошу, жюри новое определено уже. Передали таблички? Пожалуйста, передавайте таблички. Мы готовы к голосованию. Вот как приятно. Да, сейчас красные появляются, вроде как вздрагивает сердце. Вот определились уже, наконец, самые жадные зрители. Они как не передавали таблички, так и не передают их до сих пор. Итак... Новое жюри готово? Таблички передали? Ребятушки. А многие сами пересаживаются, Михаил. А это правильно, кстати. Итак, прошу вас оценки за третий раунд. Прошу вас. Спасибо. Удивительно. А сейчас картина резко поменялась. Раньше... Можно быть, 51 назад? Зачем? Зачем? Впервые красный диван выиграл. Просто впервые произошло. Но все равно, конечно, им не догнать вас. Пожалуйста, Татьяна, огласите полностью результат. Но борьба обостряется, это хорошо. Итак, дорогие друзья, в третьем раунде со счетом 16-4 победил красный угол. И, соответственно, подводя итог, получается 23-37. Пока команда «Зажим» все-таки лидирует, как ни странно. Команда «Зажим» лидирует? Да. «Зажим» СААП лидирует. Да-да-да. А знаете, нам самим-то беднее, кто лидирует. А мы пересели, а название... А название-то осталось. Остались, да. Да. Это вся штука, друзья, да? Да. Итак. Кто у нас несет табличку, я не понимаю. Сейчас проигрывает команда «СААП». Команда «СААП» проигрывает? Кто из команды «СААП», поднимите руки, пожалуйста. А, вот команда «СААП». Нет, они выигрывают пока. Они выигрывают? Той. 37-23. Кто выигрывает? Вот, ребята. Ребята, какой команды? Это команда «Зажим». «Зажим». А у кого они выигрывают? У «СААБа». У «СААБа». Вы сами сказали, что мы «СААП». Вы «СААП». Вы команда «СААБа». А вы «САААБа». Это точно. Все. Я что-то пропустил? Угу. Очень много. Ага. Вы знаете, мы сейчас пытаемся найти представителей команды «СААП». Я, честно говоря, не очень понимаю, где их искать. Вы имеете в виду, это, Стокгольме, Михаил? А вот же они. Вот, я их буквально сейчас нашел. Пожалуйста, Амалия. Или вы, или Сергей, или Борис. Пожалуйста, кто хочет? Я считаю, Борис. Борис, вы считаете? Ну, в общем, да. Прошу вас, Борис. Со всей серьезностью Борис подошел к табличке. Да и табличка ответила ему взаимностью. Ну что ж. Секундочку. Не выдерживает нервы у музыканта. Итак, внимание. Четвертый раунд. Борис, идите к нам. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Итак. Этот конкурс мы образно назвали «Отрыв башни». Причем назвали мы его образно, а башню мы будем отрывать в буквальном смысле. Сегодня в музыкальном конкурсе сошлись две команды СААП и Зажим. Что будут они делать здесь, на этой сцене? Этот вопрос мы задаем постоянному зрителю нашей программы Александру Пушнову. Пожалуйста. Спасибо, Михаил. Как раз вот совпадение смотрю у вас сейчас. И у нас сегодня тоже некий сборный материал в музыкальном конкурсе. Мы сегодня взяли все те стили, которые за прошедшие программы нам показались наиболее выдающимися. А песню мы взяли сегодня зарубежную. Ты казала в понеделок, «Пидим разом по барвинок», «Ты ж меня пидманула», «Ты ж меня пидвела». И четыре стили мы предлагаем сегодня командам. Это рок, естественно. Это регги, естественно. Это шансон, само собой. И это четвертый стиль, ну, диско, куда без него. Итак, мы вызываем на сцену команду «Сапп». Я предлагаю начать. В общем, у нас есть два варианта, друзья. Вам. Либо регги, либо шансон. С чего начнем? Давайте начнем с регги. Давайте начнем с регги, действительно. Татьяна, что у вас есть? Ой, вы знаете, у нас сегодня прямо так много всего. Сегодня прямо огромный выбор. Вот, например, Амалия. Я считаю, тебе стоит примерить. Богиня плодородия. Да. Символично. А что, Сергей, вы смеетесь? Или нет? Отличные косы. Татьяна, Татьяна, дайте косы. А вот это вот с... Это будет напоминать нам о дредах немножко. А, проваливайте. А вот это не ходите. Это Борису. Бориса большая должна быть. Ну, это банально. Смотрите, вот хорошая штука есть очень. Нет? Нет? Вау, ну, конечно. Амалия. Посмотрите. Амалия. Ну, Амалия можно подобрать что-нибудь более женское. Я просто как на рынке себя чувствую сейчас. Почему как? Русская красотка. Веночек. Зайчиком будет. Почему как? А вот... Борис, а почему вы нацепили на себя виноград? А вот это весь местный рынок. Берите. Вы берите его военные. Потому что никто не смог его нацепить, естественно. Амалия. Ну, конечно. Вот. Ну, почему, почему? Выбирайте. Ну, конечно, выбирайте. А почему чепчик? Амалия, секунду, секунду. Я все ношу. Вот. Ну, конечно. Наконец-то, Михаил. Ну, значит, Миша, ну, так не смешно. Как не смешно? А вот так смешно. Ага. Конечно. А вот так не смешно, посмотрите. Хороший. А посмотрите на Бориса. Нет, у Сергея, на самом деле, у Сергея один красный дред такой торчит вертикально. Все. Спасибо. Один красный дред. Нет, Сергей у нас теперь как скендаль. Красное и черное. О, блестяще. Друзья, разберите, пожалуйста, текстик, он пригодится сейчас нам ненадолго. Да какой там? Раз, раз. Да, да. Пожалуйста. Я хорошенько. Очень красиво. Пожалуйста, возьмите текстик. Очень красиво. Подождите, дайте, может, еще что-нибудь можно посмотреть? Да все берите. Господи, ну что за... Ради бога. Вот. Сергей, это не шопинг. Сергей. Вы скажите, мы подойдем, когда вы... Это местный шопинг. Вот, пожалуйста, будешь парички, парички, свежие парички. Прямо сверху на дред предлагаю. Сергей, поверьте, в этом цилиндре вы выглядите удивительно. Подождите, давайте вы вот это вот снимаете. А вот, подождите, вот это. Великолепная вещь. Вы знаете, какой алчный все-таки у нас Сергей. Прямо как сезон скидок дорвался в магазин. Вот это... Боже мой. Великолепно. Конечно, божественно. Великолепно. Не, а это... О! Отлично. Браво. Это хорошо. Но теперь осталось только спеть. Единственное, что, Борис, я не уверен, что вы той стороной одели. Первый поет. Ну, вообще не важно. Сейчас Амалия раздаст вам. Пожалуйста. А мелодия-то какая будет? Предлагаю мелодию придумать прямо сейчас. На глазах у зрителей. Первый начинает Сергей Пенкин. Ты... Вон, тап, фрей. Придумываем. Ты казала в понедельник. Идем разом поборвину. Ага. Я пришел к тебе, не ма. Питманула, питвела. Еще раз. Я пришел к тебе, не ма. Питманула, питвела. И давайте разберемся с припевом. Ты ж мене питманула. Ты ж мене питвела. Ты ж мене питвела. Я понимаю, что вас не остановить уже никак. Александр. Да, Михаил. Так чего же? Посмотрите на меня. И на меня. Я ваш новый ведущий. Понятно, Михаил, все с вами. А Татьяна безобразница. А Татьяна старая ведущая. Да. Да что-нибудь Александру дать. Сергей, я вас спрашиваю. Остановитесь, Сергей. Я вас спрашиваю. Сергей, продолжайте. Продолжайте, не останавливайтесь. Вы только дорепетировались. Мы отрепетировали все. Отрепетировались. Все запомните. Начинайте тогда. Джом, 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 джом. И один, два, один, два, три. Поехали. Поехали. Еще раз. Еще раз. Мы готовились. Три, два, три. Ты касала, полегива, И нем разом побаблила. Я пришел к тебе, мать, Пидманула, пидмена. Я пришел к тебе, мать, Пидманула, пидмена. Ты ж мене пидманула, Ты ж мене пидмена. Ты ж мене болотова, Супарадзима, все еще. Ты ж мене, пидманула, Ты ж мене пидмена. Ты ж мене болотова, Супарадзима, все еще. Сергей, оставьте себе этот цилиндр. Спасибо. И парик. Приглашаем команду «Зажим». Спасибо. Команда «Зажим». Да, благодарю вас. И прежде всего, друзья, мы хотим сделать вот что. В прошлой программе, когда мы снимали программу, Ивану досталась электрогитара, но, к сожалению, звукорежиссер отключил во время исполнения Иваном на гитаре песню «Электрогитару». А сейчас мы отключили микрофон. Сейчас отключили микрофон. Этот человек, он... Это один и тот же человек. Да. Поэтому, друзья, сегодня у нас заготовлена гитара, которая играет. Пожалуйста, Иван, вот она. Наконец-то они встретились. Гитара и Иван. Попробуйте. К сожалению, пока нет. Но не всё сразу. Вот. Всё, спасибо. Спасибо, Иван. Это была наша песня. Была, есть и будет, я даже скажу. Ну что, друзья? Стиль диска как по себе ведите? Ну как, много обнажённых девушек, наркотики дешёвые. Татьяна, будьте добры, много обнажённых девушек и дешёвые наркотики. А, я знаю, что для Ивана мы подготовили. Есть и то, и другое. Да-да. Прошу вас. Сейчас вот достаю... Вот Иван, ваш дешёвый наркотик. Боже мой. Обращайтесь. Вы подготовились? Да. Ну это если... Ох, как тяжело. Это если вас совсем прижмёт, Иван. Если уж, конечно. Но постарайтесь продержаться без него. Я понимаю, вы уже два часа держите. Нет, ну а чё, уже... Ещё чуть-чуть осталось, Иван. Парички, парички, пожалуйста. Парички, пожалуйста, выбирайте всё. Всё свежее, всё свежее. Могу отдать свой. Иван. Вот клоунский колпак армейцев ЦСКА, пожалуйста. Иван, у вас вытащилось. О, великолепно. А вам косички. Пожалуйста, любую. А что делать у меня шапочка? Диско 20-х. Ты знаешь, можно одеть сверху. Правда, тебя перепутают с Пенкиным, но ничего страшного. Меня? Вот, великолепно, да. Нет, не держится. Довольно странный коллектив. Скажите... Юла, наш коллектив называется «Неуловимые мстители». А зачем вы вернулись? Мы вернулись забрать яшку. Он скоро подойдёт. Ну, а пока яшки нет, давайте вы споёте нам что-нибудь? Давайте споём. Верните нам яшку. Ну, не мне, Ивану рассказывать, что такое стиль диска. Это видно по его внешнему виду. Поэтому, Иван, я предлагаю, мы начнём на гитарах, а нас подхватят потом, как вы думаете? С удовольствием. Конечно, только на мелодию. Если мы вспомним мелодию. Я предлагаю, говорят, в соль минор вы не против? Я как раз хотел предложить. Иван, не могли бы... Простите, простите, пожалуйста. Не могли бы вы ухи опустить, Иван? Просто вы так похожи на пленного красноармейца. Во время, причём, Великой Отечественной войны. Который играет для белогвардейцев дешевые концерты. Да, да, да. Спасибо. Так как-то привычно. А так вы похожи на бежавшего из пленного красноармейца. Так я похож на глухого красноармейца. А, вот в чём дело. Ну ладно, одно ухо поднимите, конечно. Опять-то кто-нибудь будет? Предлагаю такую мелодию. Ты казала, в понедилок, Пидем разом, по барвинок. Я пришёл, тебе не ма. Понятно? Отлично. Давайте. Пидем разом, по барвинок. Пидем разом, по барвинок. Пидем разом, по барвинок. Пидем разом, по барвинок. Да, ребята. Отлично. А сейчас всё-таки мы пригласим... Спасибо коллективу Красноармейцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, текст, если вам нужен, возьмите еще. Шансон должны пить блондинки. Я знаю, что вы хотите. Шансон. Здесь вот... Борис, если бы... Сергей. Если бы вот так вот нам не повезло, и вы не пошли бы в интеллектуальном направлении, а пошли бы, так сказать, в совершенно другом направлении, как бы вы выглядели, интересно? Вот так. Но вы были бы бухгалтером. Пацан, отдай хрустальную сауку. А ты заработай, Ванечка, заработай. Итак. Репетируем? Репетируем. Репетируем. Второй куплет. Ты казала. Улифтона. Улифтона. Пина разом. Пина разом. Оборвено. Я пришёл к тебе, Нема. Там дэш ты. Пидманула, пидвила. Пидманула, пидвила. Я пришёл к тебе, Нема. Подождите, я же мужчина. Подождите, я пою второй куплет. Мы ещё первую не спели. Мы только репетируем. Ребята, не деритесь, я прошу вас. Значит так, давайте сделаем так. Я поняла, они неправильно стоят. Сергей. Вы какой куплет поёте, первый или второй? Ему глубоко это. Значит, Сергей поёт первый куплет. Ктоём, поём первый? Я, как солистка, пою второй куплет. А припев поёшь всё вместе? Вы, минуточку, подождите. Борис поёт первый куплет. А Борис поёт все три. Нет, Борис поёт первый, Борис первый. Значит, я Тикозава у Вифторок, да? Второй. Да, второй. И Сергей. Припев сегодня. Значит, вначале в середине Борис, да? Припев я пою один, а потом... Вначале Борис в середине, а потом... Подождите, потом мы меняемся местами, Борис. Ага. Опа! Меняемся в танк, меняемся сюда. Поехали, Борис. Раз, два, три, четыре. Подождите, подождите секунду, секунду. Борис, ну, ну, посмотрите. Сергей готовится, наверное, к вам. Вы думаете, он так и будет петь с микрофоном там между ног? Ну что вы? Дайте ему момент какой-то. Сергей, вы по какой статье вообще проходите? Боря, в середину. Потом меняемся, Боря. Боря, услышь меня. Я понял. Меняемся. Братишка. Начинайте. Ты там молчишь. Я там и молчу. Да ты в натуре Волк давно фанеру выживал. Будем петь? Ой, ой. О! Ро! Раз, два, два, три, хоба! Ты казала понеделла. Ла-ла-ла. Идем радом по Ворвина. Ла-ла. Я пришел, тебе нема. Ла-ла. Небе нема. Підманула, підвела. Ты казала у вівтора. Идем радом по Ворвина. Поцелую радом по Ворвину. Идем радом по Ворвину. Ла-ла-ла-ла. А, я пришел, тебе нема. Пидманула, підвела. Браво. Усі. Александр, мы поняли это уже, поняли? Ты ж меня помнила, Как в передаче с ними. Свят! Ну, типа, вы знаете... Александр, Александр, не надо, не надо, я вот к чему клонил. Вы знаете, я не знаю, кого и к чему вы клоните, Александр. Но то, что Сергей умеет петь, мы знали и до начала программы. Ну, надо же было еще раз этим насладиться, Михаил. С удовольствием, поверьте. Поверьте. Ты ж меня помнила, Ты ж меня помнила, Ты ж меня помнила, Молодого. Моя куколка, моя шалунья, Моя тайнюка. Михаил. Я нагнулся. С ума-разунна Жило... Аплодисмент Great Я сделаю и то, и другое. Ну и дурак. Вы знаете, неприятно, конечно, об этом говорить. Пропали тексты. Пока мы тут пели. Мы, конечно, все понимаем. А вот там еще нет, не ваши, ребята? А еще я хотел шапочку. А какую шапочку? Шапочку вы забыли, да? Шапочка. А номерок есть у вас? Не, а шапочка такая была, вот олененок. Такой мне очень понравился. А, он был. Такой был, забавный олененок. Олененок был забавный. А вот он. Вам чего мужчина? Вы, честно говоря, и без этого тоже нормально выглядите, Максим. Ага. А он разве был не под мою рубашку цветом, этот олененок? Давайте животное. Поменяйтесь, да, Иван? О, жарно. Вау. Ты поменяла шапки? Она сняла шапку просто. О, Жанна, ты сняла шапку. Пиджак наброшенный. И пиджак тоже. Друзья, перед вами группа Hardcore Animals. Как? Hardcore Animals? Да. Я записываю просто, я не успеваю. Пожалуйста, пожалуйста. Не надо объявлять нашу группу, пока мы ее сами не объявили. Будьте добры, стойку еще, ну пожалуйста, нам дайте. Стойку. Группа называется Крис Кельми и сыновья. Подождите, подождите, а Жанна? И один сын умный, а другой дурак. Надо быть, я согласна быть сынком. Иван, я так понимаю, что Крис в центре, да? Я прошу прощения, Иван. Я правильно понимаю, что Крис в центре? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Крис в центре и сыновья. Вот так бы я назвала эту группу. Ночное рандеву на бульваре Росбит. Наша группа пользуется большой популярностью. По первой ноте уже узнают. Если мы еще возьмем правильную ноту, вообще вы здоровы. Неважно. Я предлагаю сделать такой флешмоб. Иван, флешмоб. Одновременно со звуком гитары мы делаем... Не называй меня Иван, называй меня Крис. Хорошо, Крис. Что-то кричит, Крис второй. Одновременно со звуками гитары. Одновременно со звуками гитары мы с Крисом делаем страшные лица. Три, четыре. Мы не будем репетировать песню. Мы ее сразу споем. Папа, ты готов? Сейчас, секундочку. Я не тебя спрашивал. Ты мой настоящий папа. А это мой папа по документам. Я бы хотел чуть мощнее синтезатора. Я не слышал... Папа, у тебя нет синтезатора. Я давно не слышал синтезатора. Я успокоился. Мне хорошо. Все. И вот сейчас... Все хорошо. И вот сейчас... Что сейчас? Я попрошу... Ситезатор на аккорд. Каждая наша песня предваряется вступлением. Когда сгущаются сумерки на Малой Бронной, в театре собираются упыли. Но этого никто не видит, потому что все остальные уже умерли. И у Пыли поют друг другу песни. Она с сыном уходит Крис Кельин. Со своими детьми. И поет песню... 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 Вообще в великолепной форме. Вы знаете, мне понравилось. А подожди, вот этот звук, вот этот звук, это ты издавала, да, вот этот? Вы не имеете. Это был... Товарищи, ну давайте поаплодируем как-то, я не знаю. После таких песен, друзья, наш продюсер Михаил Швыцкой говорит, жизнь прекрасна. Надеюсь, и Михаил, и Крис сейчас смотрят телевизор. Ну что ж, впервые на моей памяти и на моих глазах съели микрофон прямо во время. Михаил, смотрите, я не знаю, Иван, это ваши волосы остались на микрофоне после пьяни? Здесь не только его волосы, а на этих рогах его слюнка. Одну секунду дайте. Пожалуйста. Да. Это будет на букву Д. Даша. Даша. Кельми это должно быть. На букву К. Иван, а что делать, когда надкусываешь рога? Это какая примета? Намотайте их, пожалуйста, тоже. Здесь какое имя вы еще видите? Разве вы не видите, что показывает эта рука? Я вот пытаюсь. Какой жест этот кулак коричневый показывает? Фашизм не пройдет? Абсолютно. Я понял. Спасибо. Близательно. Спасибо. Итак. Ну что ж. Я думаю, что будет абсолютно верным перед тем, как жюри вынесет свой вердикт, пригласить команды на сцену. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, прошу жюри последний раз передать таблички. Ваши оценки за четвертый музыкальный конкурс. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо, что у меня нет микрофона. Амалия, ну как... Все равно хорошо. Есть у вас микрофон или нет, но... Вау! Какой интересный результат. Друзья, потрясающий результат. Потрясающе. Итак, дорогие друзья. Благодаря вбросу табличек... Многое сегодня мы сделали для того, чтобы достичь того результата, которого достигли. И передавали, пытались, так сказать, отнять таблички. И был вброс табличек, и фальшивые таблички голосовали до конца. Меняли команды диванами, и мы сделали это. Итак, прошу вас, Татьяна, результаты игры. Друзья, в сегодняшнем нешуточном бою Со счетом 40-40 Не проиграла ни одна команда! Это правда. Итак, бой между двумя великими командами «Зажим» и «СААП» объявляется закрытым. Еще раз конец, как спасибо всем участникам сегодняшней игры. Борис Бурда! Амалия и Амалия! Сергей Пенкин! Жанна Фриске! Максим Покровский! Иван Урган! Группа «Джакой Брэдерс» Наш заведущий музыкальный помощник – Александр Пушной! Мы еще раз поражаем благодарность театру на Малой Кронной за предоставленную сцену. Смотрите нас на канале СТС по субботам в программе «Хорошие шутки». С 1 апреля у вас! Ура! Ведущие из сегодняшней программы – Татьяна Лазарева! И Михаил Шар! Спасибо! Всего вам доброго! До свидания! С праздником! Всего вам самого доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...